Эфир телеканала ННТ продолжает новости. Дагестан в студии Зухра Алиева. Здравствуйте. И вот некоторые темы выпуска. Наша сила в единстве, наше богатство в многообразии. В Доме дружбы в Махачкале открылся республиканский женский форум. Две стихии на одной сцене. Впервые в кукольном театре в Махачкале был показан спектакль по одноименному произведению Ченгиза Этматова. В едином ритме со всей страной в Махачкале прошел региональный этап всероссийского полумарафона «Забег РФ». Наши силы в единстве, наше богатство в многообразии. В Доме дружбы открылся республиканский женский форум. Организован он Министерством по национальной политике и делам религии совместно с Союзом Женщин Республики. Форум продолжится проведением первого в Дагестане фестиваля женских платков на центральной площади Махачкалы. Кроме того, жители и гости столицы смогут увидеть праздничный концерт, в котором примут участие творческие коллективы региона. В их числе и ансамбль «Лезгинка», который представит танцевальные композиции своего золотого фонда. В Дагестане выбрали «Горянку года». Финал республиканского конкурса прошел в Хасавюрте. По каким критериям присуждали звание и кто его удостоился в сюжете Пасмад Ханаповой. Скромная, трудолюбивая и талантливая – такой образ «Горянки». Сохранить и популяризировать его главная цель конкурса. На участие было подано около 170 заявок. Одним из главных критериев отбора на первом этапе, отмечают организаторы, была естественность конкурсантки. Хочу поблагодарить всех наших участниц. Каждая из них была достойна того, чтобы зваться «Горянка года». Каждая участница при подготовке к мероприятию изучала свой национальный костюм, изучала культуру, традиции своего родного села для художественного номера. И научилась показывать свои лучшие качества. Подать заявку могла абсолютно любая девушка в возрасте от 18 до 35 лет. Конкурс проводился в несколько туров – самопрезентация, викторина и художественный номер. Итоги были подведены на галоконцерте. Решением жюри звания «Горянка года» было присуждено уроженьки Шамильского района Фатиме Магомедовой. Девочкам, которые в будущем будут участвовать в этом конкурсе, я желаю, чтобы они старались, изучали традиции, быт своего народа. И чтобы они любили просто. И когда любишь, изучаешь по-любому. Приз зрительских симпатий получила Разия Сулейманова из Дахадаевского района. Также дипломами и подарками организаторы отметили и остальных финалисток. Кроме того, в фойе Дома культуры развернулась выставка ювелирных изделий и сувениров дагестанских мастеров. По тематам Ханапова, Мурат Бекбарзов, Новости ННТ, Хасавюрт. Во всех мечетях Дагестана с 1 июня начинаются летние курсы. Мальчики и девочки школьного возраста смогут обучиться Корану, Намазу и основам религии. Подробности узнавал Хамзанур Магомедов. Занятия будут проходить внутри мечети. По опыту прошлых лет, вся территория мечети бывает полна детьми. Ребята делятся на группы и выполняют задания своего учителя. Уроки будут проходить ежедневно с 9 утра до обеда. Приглашаются дети с 7-летнего возраста и выше. Их обучат правильно совершать Намаз. Читать Коран, а также расскажут об основах религии и благонравия. У каждого ребёнка на руках есть телефон, где он, зайдя в интернет, может получить любую информацию. И эти преподаватели, эти муалимы, они могут обучить их, как различать правильную информацию от неправильной. Уроки добра будут проходить во всех мечетях республики. Своих детей можно будет отправить в ближайшую из них. Обучение бесплатное. Эти занятия помогут уберечь наших детей от пагубного влияния общества и соцсетей, отмечают специалисты. В Дагестане продолжается весенний перегон овец. Тем временем в Минсельхоз республики настаивает на купании мелкого рогатого скота. Комиссия ведомства с проверкой прибыла в Касавюртовский район. Там находится аркабаштская ванна, где овец купают в специальном растворе, который уничтожает паразитов. Это позволяет уберечь поголовье от заражения чесоточными и другими кожными заболеваниями. В году мы проводим два раза. На сегодняшний день приблизится очередная кубка, заканчивается сезон. Более 65 тысяч голов морей уже прошли через эту кубку. Через этот ветеринарный смотровой участок проходит процедуру, перегоняемая от Ары 14 горных районов Дагестана. Как рассказал ветврач Зайнодин Имеев, ежегодно здесь проходит купание около 100 тысяч голов овец. Основным идут у нас Казбековские районы, около 14 районов всего. Казбековские, Гумбесовские, Боргахи, Тумадинские, Древашинские, Сунцинские, Гумнивские районы. «Пеги-пес. Бегущий краем моря». Спектакль по одноименному произведению Чингиза Итматова впервые был показан на сцене кукольного театра в Махачкале. Профсоюз работников здравоохранения республики выступил партнером международного фестиваля театров стран БРИКС. 200 билетов от профсоюза получили врачи, медсестры, санитары и даже студенты-медики, которые в период пандемии работали в красной зоне. Подробности у Лорианы Шамхалаевой. Юный наследник клана, живущего на берегу Охотского моря, учится ловли на нерп. Первый выход в открытые воды. Отец и дядя помогают мальчику, но лодку настигает шторм. Люди борются с природой и в определенный момент старики добровольно встречают гибель, чтобы дать ребенку выжить. Не только развлечь зрителя живой музыкой, вокалом, пластикой и сложной работой с куклами, но и заставить задуматься о серьезных вещах. Такая задача была у режиссера и актеров Рязанского театра. Для нас, конечно же, любой зритель очень важен. Но работать для этой категории зрителя, и мы не первый раз работаем, мы у себя в Рязани проводили спектакли и приглашали постоянно в течение вот этого сложного года, приглашали наших врачей, медсестер, вообще работников здравоохранения. И очень отрадно, что и в Дагестане эта инициатива продолжается. И мы рады, что сегодня такой зритель и что такой прием. Пегий пес, бегущий краем моря, спектакль-притча. Герои бесстрашно сражаются со стихией и могут пожертвовать собой, если это потребуется. Многие гости сочли выбор произведения символичным. В период, когда весь мир был будто на войне с невидимым врагом, страшным вирусом. Врачи, приглашенные на показ, по достоинству оценили постановку. Хочу сказать огромное спасибо Зумруд Камилевне и профсоюзу здравоохранения Республики Дагестан за заботу о нас, за предоставленную такую возможность врачам посетить в период пандемии мероприятие такое. Чаще хотелось бы, чтобы профсоюз как-то организовывал для медиков вот такие мероприятия. Потому что очень важно в плане эмоционально не выгорать и иногда хоть как-то отвлекаться от всего того, что в мире происходит сейчас. В постановке Айтматова Кириск еще мальчик, у которого буквально молоко на губах не обсохло. Выйдет ли толк из него, покажет только море. Именно этот момент понравился студентам медколледжей, ведь учеба – это их способ узнать, смогут ли они стать достойными врачами. Благодаря профсоюзу медработников Дагестана у некоторых впервые появилась возможность посетить такой спектакль. Я очень благодарна профсоюзу медработников, что они дали возможность посетить Розанский театр. До этого я была только в Дагестанском. Я еще не медик, но хочу в будущем стать хорошим врачом. И за такую возможность я говорю огромное спасибо. В Махачкале прошел региональный этап всероссийского полумарафона «Забег РФ». На старт забега в центральной площади столицы вышли около 700 человек. Маршрут основного полумарафона дистанции в 21 километр был проложен по проспектам Расула Гамзатова и Петра Первого. Финишировали бегуны также на центральной площади Дагестанской столицы. Самым быстрым и выносливым в этот день оказался Магомед Алигаджиев. Мужчина улучшил свой же результат годичной давности, где он стал вторым призером. Неделю назад чемпионат России по горному веку в республике Мариэл тоже там участвовали, выполнил кандидат мастера спорта. После этого забега, правда, не восстановился, не очень был. Но Павел Сависович, что сегодня нормально прошел этот забег и занял первое место. В прошлом году вы тоже принимали участие? Да, в прошлом году тоже принимал. К сожалению, из-за болезни в печени второе место, к сожалению, был. Чуть-чуть отстал от первого. Отметим, что в этом году забег РФ претендует на рекорд Гиннеса, как самый большой в мире полумарафон с синхронным стартом. Он одновременно проводился в 61-м городе по всей стране, а еще в 23-х городах в режиме онлайн. В одном строю были как профессионалы, так и любители. Так бегуны могли попробовать силы на дистанциях километр, 5 километров и 10. На финише памятными медалями награждали всех участников. Отдельными призами были отмечены победители и призеры на всех дистанциях. Погода прекрасная, не жаркая, спортсмены спокойно бегают. Даже самому пришлось пробежаться. Пробежался один километр, Роза заработал тоже медаль, как участник данного марафона. Дагестанские вольники стали лучшими на международном турнире памяти Ивана Ярыгина. Гран-при в Красноярске завершилось накануне. На счету борцов из нашей республики 6 золотых, 3 серебряных и 5 бронзовых медалей. Вне конкуренции в своих весовых категориях были Абаз Гаджи Магомедов, Курбан Шираев, Азнаур Таваев, Ахмед Усманов, Магомед Шариф Биакаев и Магомед Хан Магомедов. Напомним, что в прошлом году наши вольники выиграли на мемориале Ярыгина только 3 золотые награды. Смотрите нас также на сайте nntv.ru. У меня на этом все. До встречи.